Доброе утро, друзья! Действительно, существует очень много. В чем особенность именно вот этой породы, именно West Highland White терьера? Ну, можно сказать, их попросту вестики сейчас называют. Вестики? Вестики, не выговаривая все полностью. Значит, особенность в том, что они относятся к группе коротконогих терьеров и были выведены для охоты изначально. Но особенность их в том, что они и внешне очень прекрасные, и душою прекрасные. То есть у них просто кладезь достоинств. Это в самом деле. Ну, вот давайте тогда и разберемся с этими достоинствами. Во-первых, собака никогда не постареет. Седина с самого начала, с рождения, что называется. Но вопрос вот какой. Как вы живете в межсезонье? Осенью, весной, когда с этими малышами нужно гулять, мыть? Ну, да. В межсезонье это да. Это нужен комбинезон от грязи, только ни в коем случае не тёплый. Ага. Споласкиваем водой после того, как помыли без шампуня. Ну, и мыть нужно как можно реже. То есть, ну, по мере необходимости с шампунем. Ну, вот они очень подвижные собаки, мы видим. Конечно. Сколько нужно гулять с такой собакой? Чем больше? Нет, ну, это понятный ответ. Ну, сколько? Вот 2-3 часа, полдня. День. Можно прогулять целый день. Они будут только счастливы. Потому что вестики – это очень темпераментные, очень энергичные, жизнерадостные собаки. Кладезь их ещё заключается в том, что они всегда жизнерадостные. Им всегда всё нравится. Всегда довольны. Лежит ли хозяин на диване, они устроятся под бочок, могут просидеть весь день. Пойдёт на улицу в дождь, в снег, собаки тоже будут очень счастливы и могут гулять целый день. Татьяна, ну, мы знаем, что вестики, можно, да, их так теперь называть, были выведены для охоты. Очень интересно, сохранились ли у них сейчас эти самые инстинкты охотников. И если вдруг человек заводит такую породу, не охотник, будет ли он страдать от навыков своего питомца? В вестики очень интересны, особенно и собаки, что они очень адекватные. То есть мы для проверки их инстинктов охотничьих ездим на притравочную станцию, проверяем, как они относятся, допустим, к лисе. И они с азартом, с удовольствием будут делать то, что нравится хозяину. И в то же время, если дома есть какие-то животные, они прекрасно уживаются с любыми животными. Татьяна, я понимаю по вашим рассказам, что это вообще идеальная собака. Скажите, как вот эту собаку замечательно, чем её кормить? Шоколадки, может быть? Нет, хоть вы держите на руках шалунью белую шоколадку, это имя такое. Да, ну что? Конечно же, нельзя кормить ни шоколадом. Есть специальные корма для вэсхайлендов. Прямо отдельно, специально для породы? Нет, есть корма, они не должны быть высокопротеиновыми, эти корма, и не содержать курицы. То есть, к сожалению, как все светлоокрашенные собаки, они могут быть склонны к аллергии, и могут возникнуть проблемы с кожей, если не соблюдать правила кормления. То есть курица, куриное мясо у них под запретом, под запретом, категорическим. Очень интересно. Вот владельцам собак, которые не знают об этом, эта информация будет очень полезна. Но в то же время, я думаю, что у них аппетит, сколько нужно, ну, не знаю, ведро, сколько нужно килограмм, чтобы накормить, вот, например, шеей? Ну, ей нужно 200 грамм мяса и горсточку риса в день, потому что она ест натуральную пищу. Мои на сухих кормах 170 грамм в сутки. Ну, это просто Максим далек от собак, от жизни, да, с собаками. Все остальные, конечно, знают, что это не очень много, особенно, когда корм сухой. Расскажите, как они уживаются в семье, если вдруг, ну, наши зрители планируют завести такую собаку себе? Если есть маленькие дети? Или наоборот, если человек одинокий, можно ли такую собаку завести? Если в доме уже живут другие животные, кошки, собаки, можно ли заводить такую породу в эстиков? Да, можно. У меня дома три кошки, они прекрасно и спят вместе, и в то же время любят погоняться друг за другом. С детьми они ладят очень хорошо. То есть дети бесятся, и собаки любят побеситься. Да, потому что это очень азартные собаки, очень энергичные и жизнерадостные. У меня еще вопрос по экстерьеру. Вот у них у всех четверых представителей эстиков, которые находятся у нас в соде, аккуратно выстрижена борода. Вы ее стрижете специально, или она действительно вот доросла до определенного размера, и так и осталась? Нет, специально пострижены. То есть если не ухаживать, они прям лохматиками такими будут? Конечно, конечно. Прям с усищами, как у Максима. Да, да, как у меня. Но меня больше практические советы все-таки интересуют, не по экстерьеру, есть ли какие-то заболевания, присущие именно этой породе. Вот видите как. Ну, кроме того, что они склонны к аллергии, есть ли еще какие-то нюансы, на которые стоит обращать внимание будущим владельцам эстиков? Ну, может быть, для кого-то проблема будет тримминговать собак. То есть шерсть... Это выщипывание. Выщипывание, да. Самостоятельно они не линяют, то есть искусственная линька – это тримминг собаки. Чтобы держать в форме и чтобы шерсть была жесткая, у них жесткая, как у всех триммеров, и непромокаемая, то надо их тримминговать. Как часто вы это делаете? Раз в неделю, раз в месяц? Ну, чтобы держать в выставочной форме, это где-то раз в неделю, раз в две недели. Ну, а так хотя бы раз в два месяца триммингуются. Ну, у нас в студии, я напомню, находится Татьяна Шадрина, заводчица собак породы West Highland White Terrier. И мы поинтересуемся у всех наших гостей-собачников, сколько стоит щенок породы в Вестике. В среднем они стоят 35-40 тысяч на данный момент. Как долго они живут за такие деньги? Ну, они за свои, ну, в среднем 14 лет доставляют столько счастья, столько света. Ну, просто они очень жизнерадостные, несмотря на все, допустим, какие-то недоразумения в жизни. И всегда могут утешить. И облезать, и утешить. Татьяна, спасибо вам большое. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну, а пока реклама. Субтитры сделал DimaTorzok